Встреча с Корфу Двух великих культур, двух великих стран, двух великих народов, связанных между собой одной верой. Два великих святых, святитель Спиридон Тримефунский и святой праведный адмирал Ушаков, являются небесными покровителями фестиваля. Традиционно Греция принимает на своей земле посланников из России. В этом году нам представилась уникальная возможность стать участниками поистине грандиозного события. Впервые фестиваль проходил на территории России, на Тверской земле, на берегах Великой Волги в городе Конаково. Этот маленький и уютный городок – душа России, родина Беллин и хранитель русской культуры. Каждый, кто оказывается здесь, непременно ощущает великий дух нашей Родины. Именно поэтому здесь было принято решение провести фестиваль, посвященный дружбе двух культур. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 2020 год объявлен президентом России и премьер-министром Греции перекрестным годом языка и культуры России и Греции. Насыщенная программа фестиваля помогла каждому найти занятия по душе и окунуться в гостеприимную атмосферу. Фестивальное утро начинается в Петропавловской церкви на берегу Волги, где состоялся молебен, который возглавил протеиерей Вадим Махновский. Хор исполнил молитвенные песнопения. В заключении молебна состоялся вынос из храма иконы святого Федора Ушакова и святыни – тапочка Спиридона Тремифунского. Федор Ушаков не только адмирал, это в первую очередь на сегодняшний день святой праведный воин Федор Ушаков, адмирал флота российского, который прославлен Русской Православной Церковью в лике святых. Он не потерпел ни одного поражения и в свое время освобождал Корфу. Это было потрясающее военное сражение. Составил Конституцию. Первое, что он сделал, он поблагодарил Бога, совершил молебен у мощей святителя Спиридона. И на Пасху он распорядился с Федором Федоровичем Ушаков, чтобы совершить крестный ход с мощами. Святитель Спиридон является скорым помощником в делах и молитвах людей. И, быть может, именно поэтому раз в год на его ногах меняются тапочки, которые снашиваются так, словно он действительно ходит по земле. Две святыни на катере совершили крестный ход по Волге. Конечным пунктом маршрута стало село Ольгино, где крестный ход встречал хор. Фестиваль 2020 года впервые прошел на территории Российской Федерации. С одной стороны, это было такое стечение обстоятельств. В 2020 году появилась, к сожалению, появилась пандемия, которая не дала возможности нам приехать на Корфу. С одной стороны. С другой стороны, это замечательное событие, потому что мы впервые провели его, наш фестиваль, в красивейшем живописном месте, в городе Конаково, Тверская область. В месте, где замечательная река. Это берег, это неповторимая игра красок, это закат, это солнце, это, не знаю, птицы, люди. Была замечательная атмосфера, где выступали артисты прямо на берегу реки, ансамбль «Березка», «Романах Фотий». Там очень много замечательных было артистов в этом году. Мало того, что это просто живописное место, там, конечно, есть и лес на берегу, и чистый воздух. И все это, наверное, русского человека воодушевляет, наполняет благодатью. Такое место святое для нашей Руси, и поскольку здесь мы, конечно, особо почитаем и свидетеля Николая, и свидетеля Спиридона, то, наверное, скажем так, не имея возможности этот фестиваль провести в Греции, и для нас вот Волга – это тоже кусочек, наверное, Греции, потому что мы почитаем и Федора Ушакова на верхней Волге, и свидетеля Николая, и свидетеля Спиридона. Поэтому, слава Богу, что было так. Это уникальный случай в августе, когда, собственно говоря, страна была закрыта, я имею в виду Греции, да и у нас практически не проходило массовых мероприятий. Это было одно из первых мероприятий, которые мы провели, правда, на свежем воздухе, с участием людей. Сейчас принято говорить онлайн, 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 а здесь все-таки живые люди, живое общение, прекрасный концерт. Именно в этот день, именно во время фестиваля, именно во время концерта тучи разошлись, выглянул солнце, пришло тепло, на следующий день пошел дождь. К этому, пожалуйста. Участники фестиваля направились на выставку, посвященную великому русскому флотоводцу Федору Федоровичу Ушакову. Флотоводец, не потерпевший ни одного поражения за время своей службы, освободивший остров Корфу от неприятеля, сын Отечества, написавший первую греческую конституцию, святой, глубоко почитаемый на российской и греческой земле. Далее состоялась торжественная церемония гашения марки Федора Ушакова, на которой присутствовали почетные гости. Знаменательно, что в этом году исполняется 275 лет со дня рождения великого флотоводца. Что очень важно и что очень ценится греками, это то, что Федор Ушаков был создателем первого независимого греческого островного государства, государства Семи Островов. Он фактически является для нас примером непобедимого адмирала. Это единственный адмирал, который, с одной стороны, является святым, причисленный клюк святых, с другой стороны, не проиграл ни одного своего сражения. За 36 лет военной службы он не потерял ни одного своего корабля, ни один из его подчиненных, моряков не был захвачен в плен. Когда фестиваль проводится на греческой земле, мы почитаем святыни и традиции острова Корфу. В этом году, проводя фестиваль на российской земле, мы отдали дань памяти святыням и героям России, торжественно открыли памятник героям Великой Отечественной войны, заложили аллею дружбы России и Греции и порадовали местных жителей мастер-классами и грандиозным галоконцертом. С каждым годом наш фестиваль приобретает все большую значимость в международном и политическом поле. Приветственные слова для фестиваля написали патриарх Кирилл, Валентин Иванович Матвиенко, Сергей Викторович Лавров, Ольга Борисовна Любимова и другие видные представители общественной жизни России. Жители и гости Конаково стали свидетелями церемонии открытия памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны. Говоря о дружбе культур, нельзя забывать о том, что бессмертный полк, ставший частью праздника Победы, уже давно вышел за пределы нашей страны и ежегодно проводится в Греции. Оргкомитетом фестиваля в лице председателя Православного Палестинского общества Сергея Вадимовича Степашина и президента фестиваля «Россия-Греция. Вместе сквозь века» Павла Карпухина была заложена аллея дружбы России и Греции. Что же ожидало гостей фестиваля на основной площадке, находящейся на берегу Волги? В этом году мы пригласили на фестиваль поистине больших артистов, чтобы устроить неповторимый концерт на берегу Волги. Это четвертый фестиваль, посвященный российско-греческой дружбе, и впервые фестиваль проходит на территории России, на Тверской земле, в городе Конаково. Концерт закончился фееричным световым шоу, которое завершил праздничный салют для гостей фестиваля. Наш фестиваль проводится во имя многовековой дружбы России и Греции, и мы надеемся, что никакие мимолетные настроения в обществе не смогут расколоть два народа, воспитанных в одной культуре и одной вере. Ждем вас на следующем фестивале «Россия-Греция. Вместе сквозь века». На мой взгляд, основная мысль, которую мы несем, в том, что мы можем выглядеть по-разному. Мы говорим на разных языках, мы живем в разных местах, но нас многое объединяет. Нас объединяет общая история, общая культура. Нас объединяют люди, которые много сделали как для России, так и для Греции. Янис Кападистр, как я сказал, был одним из министров иностранных дел Российской империи. Федор Ушаков был одним из тех, кто написал Конституцию для Греции. И я думаю, что вот те смыслы, которые были поразвучены в каких-то словах, речах со сцены на этом фестивале, они заранили какое-то зерно в душах приходящих, зрители были. И они еще раз увидели напоминание о том, какие у нас корни, что церковь и общество находятся в постоянном сотрудничестве. Мы же должны понимать, что все народы, они же связаны чем? Что все мы дети Адама. А если, тем более, народы православные, мы должны друг друга поддерживать, друг друга в единстве, мы можем противостоять тому, наверное, злу, которое все-таки есть на земле, и тому, наверное, разложение нравственности, которое мы видим сейчас. И вот эти фестивали, конечно, они способствуют вот именно духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи, нашего общества. Россия и Греция – это нечто особенное в международных отношениях, и прежде всего, кстати, в духовных отношениях. Мы навсегда обязаны Греции тем, что она принесла нам православие. В России русским считался человек не по национальности, а человек, принявший православие и православную веру. Поэтому вот этот уникальный случай, когда министром странных дел был грек, по сути дела, но в то же время русский человек, который очень успешно проводил внешнеполитический курс в той Российской империи, когда расширялись наши границы, когда мы отставили наши национальные интересы. Это удивительный факт. А грекам это очень приятно. Они считают, что вот они вырастили, воспитали и подарили нашей стране великого дипломата. Я знаю, что Сергей Лавров, когда бывал в Греции, он неоднократно к этой теме обращался. И так что Каббатисты не только прекрасные дипломаты России, но это еще такой мостик дружбы между двумя православными народами и двумя дружностями страны. Нам кажется, что это вообще отличная находка. Мы думаем, что нам стоит продолжить фестиваль не только в Греции, но и в России, потому что люди хотят делить вот это общение, вот эти краски, которые включает в себя наша культура, греческая культура. Мне кажется, что это стоит продолжать. Нужно участвовать в этом фестивале, потому что это наша связь, это наша любовь друг к другу, это поддержка тех ценностей нравственных, православных, традиционных, культурных, которые объединяют наши народы, которые утверждают православие, истину и правду на нашей земле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok